Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Несмотря на то, что уже началась осень, передача у нас сегодня будет длинная, целый час. Поэтому нам много чего успеем рассказать. Теоретически она должна была быть посвящена делу, связанному с Калием. Однако, про Калий я еще немножко скажу. Но тут произошло более интересное событие. Путин, выступая перед студентами, в Владивостоке сказал о том, что поскольку у нас экономический кризис начался, нужно экономить бюджетные расходы. Я сейчас не помню точные формулировки, но ссылка была при этом на развивающийся мировой экономический кризис. Должен отметить, что уже сама по себе эта ссылка выглядит как-то странно. Если речь идет о том, что Путин собирается продолжать как бы либеральную политику и доверять либеральным экономистам, почему он говорит про кризис, когда общая либеральная позиция состоит в том, что кризис закончился. Если же он говорит не либеральный, тогда зачем он ссылается на либеральных экономистов и как бы и на кризис. Потому что совершенно же очевидно, что у нас кризис не из-за того, что кризис в мире, а из-за совершенно идиотического, чтобы не сказать, вредоносного управления экономикой. Тут как бы нужно определяться. Ну, в общем и целом, можно отметить, что это заявление, конечно, событие выдающееся. Мы здесь, вот и в этой комнате, и в разных других местах неоднократно говорили о том, что кризис в России, в смысле экономический спад, начался еще в четвертом квартале прошлого года. Теоретически уже тогда нужно было принимать какие-то меры, в частности, менять механизмы управления экономикой, поскольку уже понятно, что, уже давно понятно, что либеральные методы ни к чему хорошему привести не могут, от них одни сплошные неприятности. Однако, ноль внимания. Более того, правительство и Центральный банк, причем как при старом руководстве, так и при новом руководстве, продолжает вешать лапшу на уши и народу-населению, и президенту, и по части темпов экономического роста, которые уже 10 месяцев отрицательны, и по части инфляции, которые, конечно же, много выше. И по поводу того, что оно там, девальвацию, вот делает, обращаю внимание, кстати, девальвация, вопреки предположениям либералов, никакому позитивному эффекту с точки зрения экономического роста не привела, о чем можно было бы сказать сразу, собственно, мы это и отмечали. Единственный от нее позитив, она частично скомпенсировала наше вступление в ВТО. То есть, иными словами, можно было бы просто не вступать в ВТО. И в этом случае не нужно было бы проводить девальвацию, которая, отметим, довольно сильно все-таки повлияла на экономику России, в том смысле, что упала покупательная способность населения, потому что цены-то в результате девальвации выросли потребительские, причем не только на импортные товары, но и на внутренние типа бензина, о чем я уже тоже здесь рассказывал. Из-за чего? Из-за того, что поскольку центральный банк, либеральный, категорически отказывается кредитовать нашу экономику рублями, она кредитуется на Западе, в валюте. А значит, девальвация рубля приводит к падению доходов наших компаний, выраженных в валюте. А поскольку кредиторы внимательно следят за финансовым положением наших компаний, они вынуждены делать так, чтобы валютные доходы не падали, чтобы не было неприятностей. И по этой причине они повышают цену даже на те товары, на которые можно не повышать. Теоретически, с точки зрения экономики. А надавить на них достаточно сложно. Но, во всяком случае, современное правительство этого сделать не может. Все это вело к тому, что Путин находился до середины лета в достаточно сложном положении. Дело в том, что либералы не только контролировали российскую экономику, но еще и полностью монополизировали выход на президента. Можно сколько угодно ругать Путина за то, что он не спрашивает людей осмысленных, но я, как человек, который все-таки работал в госслужбе, могу сказать, что, начиная с некоторого уровня, условно говоря, министра, человек, в принципе, у него нет времени на то, чтобы разбираться, что и как происходит. То есть, иными словами, он может читать только официальные документы. Очень бывают редкие исключения абсолютно выдающихся государственных деятелей, которые в состоянии иметь некоторую самостоятельную картину, не ту, которую им навязывает правительство. А правительство неминуемо навязывает свою картину. Это бюрократический орган, который живет своей жизнью, и довольно быстро он становится таким коллективом единомышленников, главной целью которого является сохранение своего статуса любой ценой. Если все идет в экономике хорошо или еще где-то, ну и слава богу. А если все идет плохо, то вместо того, чтобы что-то исправлять, такого рода бюрократические структуры начинают делать вид, что на самом деле все хорошо. И в этом случае те редкие голоса рациональные, которые, может быть, и слышны, они фактически забиваются. И всегда можно сказать, а это какой-то там маргинал, его обидели, он идиот, ну и так далее. В результате где-то до конца июня Путин находился в состоянии информационного вакуума. Экономика по-русски. Или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию. А у микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-788-1070. И на вопросы я сегодня не буду отвечать там через 10 минут, причем это будет, как я уже говорил, длинная передача. Продолжаем. Я, кстати, совершенно не хочу сказать, что в том, что Путин оказался в информационном вакууме, нет его вины. Это как раз его личная вина абсолютно. Но у него в этом смысле была простая позиция. 10 лет с лишним эти же люди, вот все вот эти вот люди, которых мы называем либералами, обеспечивали ему экономический рост. И он вполне закрыл на эту тему глаза. За все вот есть тема, в которой есть люди, которые обеспечивают все, что нужно. То есть экономический рост. И дальше на эту тему про нее можно позабыть и не вспоминать. Неприятности начались в общем, по большому счету, не так давно. Их действительно тщательно маскировали. Но вот летом произошел прорыв, потому что помощником президента стал Андрей Белоусов, который не входит в либеральную тусовку. Да, он был министром, но когда он был министром, он был членом корпоративной структуры правительственной и в этом смысле мог выступать только вместе с ней. Потому что если бы он попытался бы рыпаться, его бы довольно быстро бы расхорчили. Я это очень хорошо знаю, как это происходит. То есть если ты входишь в корпоративную структуру, то говорить правду тебе никак нельзя. А вот если, соответственно, ты становишься независимым относительно руководителем, то у тебя сразу же появляется сильно больше свободы. Я склонен считать, что этот фактор сыграл свою роль. Во всяком случае, до Путина дошло, что больше усиливать социальные расходы невозможно. Вместе с тем, у него есть очень серьезные проблемы. Уровень жизни населения падает, и он очень сильно провалился в конце лета из-за девальвации рубля. Об этом народ, может быть, еще не весь почувствовал, потому что летом отдыхал. Но вот сейчас он приехал и обнаружил, что цены в магазинах очень сильно выросли. А дальше он обнаруживает, что народ очень сильно недоволен ни реформой образования, ни состоянием дел со школами, ни, соответственно, состоянием дел со здравоохранением. Не секрет, что в Москве скорой помощи запретили очень большое количество людей госпитализировать. Ну, а в реальности, как вы понимаете, подавляющее большинство людей, они же не знают, что нужно сказать, чтобы госпитализировали. Они говорят, у меня болит. Ну, болит, значит, у вас, наверное, вот это, а с этим мы не госпитализируем. Я думаю, что уже умирать люди начали. Шум пока еще, опять-таки, до конца не подняли. Может быть, даже этот приказ локальный и отменит, но, в общем, совершенно очевидно, что ухудшение будет продолжаться. И там реформа РАН никуда не делась, она висит непосредственно на Путине. Это его ответственность перед обществом. Ну, и, наконец, последняя история с Калем, с белорусским. Все, что написано в интернете и в СМИ за последние несколько дней, однозначно показывают, что российские олигархи вели себя так же, как они себя привыкли вести в своей среде. С железной логикой, кто сильнее, тот и прав, а закона не существует. Но, во-первых, в Белоруссии несколько другое отношение к закону. Ну, во-вторых, для России, для Белоруссии калий это вещь принципиально важная, как для России нефть. Ну, представьте себе на секундочку, что какая-нибудь страна начала бы, даже не страна, а какие-то люди, исходя из своих чисто коммерческих интересов, стали бы опускать мировые цены на нефть. И при этом бы еще приезжали в Россию. Ну, ясно бы их арестовали и посадили. Было бы очень сложно отбиться. Ну, просто потому, что это критическая вещь для власти. Абсолютно такая же ситуация в Белоруссии. Но вот тут самое интересное. Ну, казалось бы, как поступают цивилизованные люди? Они говорят, отлично, вы обвинили нашего человека в том, что он нарушил закон. Замечательно. Давайте перейдем в суд. У нас есть адвокаты, у нас есть доказательства. И в этом суде мы публично будем защищаться. И горе вам, если вдруг выяснится, что, соответственно, это обвинение было незаконно. Потому что в этом случае мы вам покажем. Отметим, что с точки зрения Белоруссии это вот покажем, оно абсолютно материально. Потому что все прекрасно понимают, что любые финансовые санкции к Белоруссии, которые будут предъявлены в разные другие суды, будут с большим удовольствием западным исполнены в силу особой любви к Белоруссии вообще и Лукашенко в частности. А если мы будем... Это цивилизованный метод. Метод коммерческий состоит в том, что надо бегать по судьям, следователям и так далее, предлагать им чемоданы и говорить, ребята, ну давайте как бы там под подписочку, давайте туда, сюда. Этот метод, впрочем, в Белоруссии, скорее всего, не сработает. Тем более, когда речь идет о калии. Но! Был выбран третий путь. Как мы все знаем, руководить как бы и Керимов, и Волошин, которые председатель совета директоров Урал-Кали, это лидеры так называемой семейно-либеральной бизнес-группировки, которая при этом одновременно является и политической группировкой, а почему закона на нее в России нет. И эта группировка начала очень активно использовать свои возможности для того, чтобы давить на Белоруссию, в том числе административной. То есть фактически для защиты руководителя бизнес-структуры, обвиненного в уголовном преступлении, используются коррупционные методы. То есть, иными словами, приходится к некому человеку в правительстве, он говорит, парень, ну ты же наш, вот смотри, ты по нашей линии сколько получил, ну или твоя жена получила, это не принципиально, давай отрабатываем. И что мы видим, начинаются санкции против Белоруссии. То есть, иными словами, конкретные люди в рамках своих конкретных бизнес-схем начинают использовать государство как свой частный коммерческий ресурс. подрывая при этом базовый политический процесс, куратором которого является Путин. Вот это демонстрация возможностей нашего президента. Я могу вас уверить, если Путин пойдет на попятный, ну я не знаю, его разорвут как как Тузик Грелку. А если он не пойдет, то есть, а теоретически, что должен делать руководитель государства в такой ситуации? Он должен вызывать соответствующего чиновника и говорить, дружок, ты превысил свои полномочия в части политических решений, и поэтому ты уходишь в отставку. Ну а Следственный комитет уже уже дано указание проверить, не занимался ли ты на государственной службе разного рода спорными коммерческими мероприятиями. Пока этого не сделано, и на самом деле очень интересно посмотреть, будет ли это сделать. Потому что это вопрос принципиальный. Одно очевидно, Лукашенко от своих позиций не отступит. Это для Белоруссии вопрос жизни или смерти. А Лукашенко руководитель государства. Экономика.